Перспективы развития Хабаровского края обозначил в своем обращении к жителям глава региона Вячеслав Шпорт. С докладом он выступил накануне, 15 августа. В основе этих планов – исполнение майских указов президента. Свою поддержку в их реализации готовы оказать представители бизнеса, науки и общественных организаций. Подробности у Ксении Брониславской. Дальний Восток должен перестать быть дальним. С таким посылом президент России обратился к региональным властям, которые должны постараться и создать комфортные условия для жизни населения. По многим вопросам здесь нужен особый подход. Это касается, в частности, пенсионной реформы. Мы подготовили предложения, будем их вносить. Предложения, которые будут касаться именно дальневосточников, которые выходят на пенсию. И я надеюсь, что мы будем услышаны. Нельзя принимать скоропостижных решений. Кабинет министров России предложил женщин отправлять на пенсию в 63 года, мужчин – в 65. Депутаты Законодательной думы Хабаровского края считают, что необходимо сократить этот срок для северян и многодетных, а также для тех, кто трудится на вредном производстве. Сегодня понятно, что есть проблемы, есть задачи, есть цели. Но самое главное, что есть видение, как эти проблемы должны быть решены. Доступное жилье, медицина и образование – вот главные ценности, которые позволят сохранить население в регионе. В крае уже строят детские сады, где будут принимать воспитанников младше трех лет и школу нового формата. В Хабаровске открылись два таких учебных заведения. Это Краевой Центр образования и Лицей Звездный. На подходе инженерная школа в Комсомольске-на-Амуре. Вузы региона уже имеют хорошую репутацию у российских абитуриентов. По этому году даже по нашему университету более 50% абитуриентов в этом году приехало с других территорий, не с Хабаровского края, поступать к нам. 42 региона, которые представлены, были документами и хотели поступить в нашу университет. Создание комфортных условий существования – это и благоустройство. Главным элементом дворов должны стать детские и спортивные площадки, а в парках и скверах нужны скамейки, беседки, удобные дорожки для прогулок и пробежек. Наши жители города Хабаровска сегодня могли бы посмотреть на стадион Ленина, который преобразуется, на набережную, которая после наводнения, что становится с городским центром новым. Оно даже в этом обращении не было показано, потому что примеров достаточно много. Все это приоритеты, которые губернатор Хабаровского края обозначил на ближайшее будущее. Но важно, чтобы не безразличны к своему дому, городу и краю были сами жители. Ксения Брониславская, Павел Павлов. Для программы новости.